Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете, и попробуем ответить на него, попробуем какие-то выводы сделать относительно того, что с вами происходит. Итак, муж понял, что не хочет дальше в семью, то есть что? Ну, как ни парадоксально, но в этой фразе уже угадывается определенная проблема оценивающих отношений, а именно, что момент, или, может быть, правильно сказать, элемент семьи здесь ставится выше, чем, собственно говоря, личность. Человек. Да? То есть, семья здесь как будто бы на первом месте. И это, на мой взгляд, не есть хорошо. Почему? Дело в том, дело в том, что, ну, как бы, отношения таким образом, когда есть ориентир на семью, вот, отношения очень... Я бы сказал, приобретают такой ограниченный достаточно формат. Дело в том, вот, дело в том, вот, именно, если мы говорим про ограниченность формата, то человек, как бы, ну, полностью не раскрывается в отношениях. Если у вас есть ориентир на семью, вот, то получается, что личностного взаимодействия, то есть персонального взаимодействия между вами, вот, именно вами, допустим, двумя, этого как будто бы недостаточно, естественно. Вот, это, конечно, бросается в глаза. То есть, я бы хотел спросить, да, вот, то, что вы его ждали из армии и жили вместе, это прекрасно, вот. Вот, но вопрос, который у меня к вам, он такой. Что между вами общего? Что вас объединяет? Вообще, вот, люди не очень любят подобные вопросы, вот, а может кажется, что, ну, как, если я живу человеком, да, вот, блин, вы пишите, что жили пять лет вместе, вот. То, как так? Ну, наверное, общее. Ну, вот, давайте по пунктам, что это общего между вами. Вот. И старайтесь выделять не просто методом перечисления, вот. Вот. А старайтесь выделить именно те вещи, которые вам откликаются, вот. То есть, именно те, которые, вот, ну, вызывают у вас чувства определенные, да? То есть, не обязательно, не обязательно. Прям сильные чувства, чтобы это было. Вот. Но, чтобы какие-то чувства все-таки это вызывало. Это забыл. Дальше, вы пишите, давай его с армии. Вот, понимаете, эм, вы здесь как будто бы себе это в заслугу ставите, что, дескать, вот, я его с армии ждала, а он сейчас не хочет, значит, семью. Ну понимаете, ждать его из армии, по-вашему, было не вашим выбором, ждать его из армии было, по вашему мнению, способом, например, его как-то привязать к себе, получается, при таком-то раскладе. Если баг, то это довольно грустно. Жили пять лет, это ничего не значит, дело в том, что вы могли жить по-разному со своим супругом, вот именно, что по-разному вы могли жить, то есть, ну вот, в том смысле, что совместно, проживание еще не означает того, что, ну, к примеру, там, у вас, например, да, все хорошо, совместное проживание не означает того, например, что, ну, что между людьми есть связь и так далее. Люди могут жить и как соседи, вот. Люди могут жить, скрывая какие-то вещи, то есть, ну, я имею в виду, скрывая, то есть, ну, имею в виду, как бы, не обращая внимания на определенные вещи, вот. Люди могут жить вместе по-разному, поэтому то, что вы, вот, как бы, жили вместе, это не значит ничего, вот. Дальше, а вы, то есть, здесь важнее то, как вы жили вместе, вот, нежели чем, то, что вы жили вместе, тем более пять лет, вот. А дальше, вы говорите, хотели ребенка, но опять же, хотела, вот. Что значит хотели? Хотели мы, наверное, подразумевается бы, что хотели вы, но нельзя, нельзя хотеть вам обоим. Вы можете хотеть ребенка по-своему, а ваш муж может хотеть ребенка так же по-своему. То есть, вы здесь говорите за мужа за себя, но я хочу спросить вас, зачем ребенок лично вам, какое значение вы ему придаете? Сейчас я на четвертом месяце после процедуры ЭКО, означает ли это, что вы не могли забеременеть своего мужа? Не потому ли, что он несколько увлекается алкоголем? Или не потому ли, что у вас есть, или были какие-то проблемы? Дальше, с самого начала беременности муж ушел. Частое явление, кризис в отношениях. Первый день после процедуры он в очередной раз ушел с загул и запой. Это случается раскорь, когда заканчивается его котировка. Я всегда прощала и принимала его. Ну, прощать и принимать можно по-разному, я так полагаю. Я так полагаю, что можно прощать и принимать человека, при этом оставаясь собой. Но если вы принимаете человека, то прощать вам не за что. А если вы прощаете, то вы не принимаете. Поэтому вот я бы сказал, что здесь вы себе противоречатся. Я бы сказал, что вы сами себе здесь противоречатся. Прощать и принимать разные вещи. Кроме того, алкоголизм, если это действительно алкоголизм, не решается кодировками. Алкоголизм решается лечением от него. И психотерапии. Ну, как бы тут вот тоже такой важный момент, что вы с этой, ну, с этим нюансом, скажем так, да. А боретесь, например, только кодировкой, что как бы проблему не решает, по сути. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут есть некоторая ваша поверхность. Так. В этот раз он не пришел просить прощения, обосновався тем, что я все рассказываю друзьям и подругам. Ну, а тут есть важный момент, почему-то вы ждете, что он будет просить у вас прощения. То есть, понимаете, как будто бы вам его запой нужен, чтобы он у вас просил прощения. Тем самым, демонстрируя вам вероятно, что вы ему нужны. Но когда он перестал просить прощения и ушел, вам оказывается стало не очень-то и хорошо. То есть, вам стало не по себе. Вот понимаете, что здесь происходит, что вам важно, что вы уже прямо ждете, что он будет прощением. Это, к сожалению, не совсем прямые решения, когда все завязано на прощении. Что он обосновал тем, что я рассказываю его друзьям, всем друзьям и подругам. А это правда, что вы рассказываете всем другу? Как вы к этому относитесь? Ну, понял, что не хочет жить со мной, именно потому что я жалуюсь на него и все секретные жизни с ним рассказываю. Как вы к этому относитесь? Надо мне проработать. Вы почему-то это делаете. Для вас это... Для вас это, я бы сказал, чем-то важно, раз вы это делаете. Либо вы не совсем уважаете личные границы свои и своего мужа, например. Либо вы находитесь в очень стрессовой, тревожной ситуации. Где вы, как бы, по сути, да, по-другому не можете. То есть вам, словно говоря, вам настолько вот плохо, да, что вы не можете мне рассказать. Вот. И это важный, как мне кажется, момент. Вот. Понимаете, да, что я здесь имею в виду? То есть вы действуете здесь так же, как действуете со своим мужем. Вы просите прощения. Вот. Но при этом вы не очень понимаете, за что вы, собственно, просите прощения. Не говоря о том, что вы осознали, например, что эти действия не соответствуют вашим ценностям, и что больше так поступать вы не будете. Вот. Я уже молчу про то, что вроде как вы ждали извинения от мужа, а в итоге сами прощения просите. То есть как-то здесь вообще все перемещалось. На мой взгляд, все перемещалось. И это, конечно, не придает вам уверенности в себе. Дальше он понял, так, я просил прощения, но он категорично не хочет прощать. Но дело в том, что простить человек может только когда он к этому придет. То есть нельзя взять и простить по желанию. Как я уже говорил, да, простить значит принять. Это разные вещи на самом деле. Они являются очень смешными, но вещи все же эти, это разные. И принять может далеко не каждый человек что-то. А вот простить, простить, правильно? Потому что простить легче. Ну, в том смысле, да, что на словах. А вот принять. И мне кажется, что когда вы прощаете, вы далеко не всегда предпринимаете. И сами прости прощения не совсем понимая, за что вы это делаете. Жалко терять семью, где еще не родился долгожданный ребенок из-за его обиды и упрямства. Может это и к лучшему? Спрашиваете вы. А откуда нам знать, Наталья, если это ваша семья? Ну, повторю, вам то, что уже говорил несколько раньше. Складывается впечатление, что вам важнее семья. Нежели чем личность, например, вашего мужа. И, на мой взгляд, это довольно серьезная особенность ваших отношений, которых, как мне кажется, является одним из фундаментов для наличия у вас ваших проблем. Потому что недостаточно личностное взаимодействие способно уничтожить любое взаимодействие, к сожалению. Вот так я бы вам мог бы ответить на ваш вопрос. И я бы здесь спросил, какая лично ваша проблема в этом, в том, что вы описываете. Мне кажется, что вы не очень привыкли полагаться на себя и не очень чувствуете себя самостоятельной и самодостаточной, пытаясь найти опору в муже и ребенке, как мне кажется. С этим, вероятно, может быть связано как раз алкоголизм вашего мужа. Дело в том, что считается, что алкоголизм зависимый, соответственно, он зависим. У меня будет алкогол, алкоголя, а вы, в свою очередь, являетесь созависимым партнером. Созависимый партнер – это тот, кто, как правило, очень сильно боится одиночества, боится остаться один, боится быть сброшенным и в целом видит себя только другими людьми. Ну, прям вот как вы. Семья – это для вас, судя по тому, что вы описываете сейчас. Это главное. Проблематика здесь заключается в том, что кто вы без ребенка, без мужа, кто вы. Вот на этот вопрос вам нужно попытаться ответить. По этому все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...